Ну и сразу же после Ксюши Макаровой мы видим Веру Базарову и Юрия Ларионова, бронзовые призеры в состязании спортивных пар, впервые на педестале чемпионата Европы. Очень уверенно откатали они две программы, короткую, произвольную. И, конечно, это их маленькая победа, которой все победы еще дальнейшие будут впереди. Третье место, заслуженное место этих ребят на этом чемпионате. Ксюши Макарова 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 Играет музыка. 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 здесь второго места. Потому что то, что они делают на льду и то, что они делают вне льда, это заслуживает самой высокой оценки. А вот этот парень стал третьим, но на самом деле, конечно, со спортивной точки зрения все правильно, а с точки зрения человеческой не так, как у британцев. Да, интересные чехлы у него на ботинках. Его резкий очень переход от Михаила Хута к канадскому специалисту, в общем, сказался и на качестве его катания. Да, и вы знаете, сразу видно по указательному номеру такое, знаете, шоу. Североамериканский стиль? Североамериканский стиль, да, мюзикл, мюзикл сразу появился. Кстати, в произвольной программе, в короткой, сейчас мы видим показательный, да, стиль такой североамериканский, канадский. У него в этом сезоне сплошные мюзикл. Да, вы знаете, я не совсем согласен с выбором, потому что Венера все-таки рановато, конечно, с гонок прокатался или прожил в Америке. Например, вот Ксения Макарова, она с 8 лет уехала строительную в Америку, она прожила там 10 лет. Вот это, знаете, налет, он и идет, и он ее украшает, такой, знаете, смайлинг, смайлинг какой-то непринужденный. А здесь все-таки рановато, и видно, что Томаш, конечно, еще не въехал в эту, говорится, североамериканскую жизнь. Ну что же, имеет право, опыт имеет право быть, и что же, пока неплохо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok